Я буду говорить о практике и могу сказать, что мы много работаем с аппаратурой. Как-то сразу доверились компании. Естественно, что очень интересно, когда коллеги покупают аппараты, мы уже с вами много лет, зная друг друга, ориентируемся друг на друга. И для меня большое было значение имело, кто еще будет работать с этой аппаратурой. Мы рекламируем, соответственно, друг друга и маркетинг выстраиваем совместный, даже независимо от того, договариваемся об этом или нет. У нас вся аппаратура стоит в московской клинике. Все, что есть в компании Безель, все стоит. Последнее, что мы купили, просто как бы так, зайдя на секунду в офис, это прессотерапию. Могу сказать, что я ее не отдала в другой кабинет. Я ее поставила в свой кабинет, в мою манипуляционную, в которой работаю я. И у меня практически все пациенты, которые приходят на долгоиграющие процедуры, а это процедуры на 30-40 минут, РФ и так далее, и так далее. Альтера, да, они все у меня лежат на прессотерапии. Могу сказать, что это усиливает удовлетворенность пациента в очень хорошем таком объеме. Им это нравится, а кроме того, это улучшает, я не сомневаюсь в том, что это улучшает результат. Таким образом, прослушав лекцию Катафана, мы можем с вами сказать, что мы работаем не только с мышцами, мы работаем со всей трехмерной системой. Очень интересный посыл, что это и связки, и фасция, и мышца, и жировые пакеты, и все это максимально взаимосвязано. Вообще, слово лифтинг – очень интересное слово, которое мы с вами часто употребляем, скажем так, в суе. Но сегодня у нас с вами есть понятие. Лифтинг, который дает нам возможность пластический хирург. Это, наверное, самое выраженное, самое правильное, потому что это реальное перемещение тканей. У нас есть лифтинг кожи, когда мы работаем с коллагеностимуляторами, и за счет этого мы заявляем с вами терапевтический лифтинг. И у нас есть с вами аппаратный лифтинг, и в данном случае это та аппаратура, которая сегодня представлена. И, конечно, правильно выстраивая комплекс, мы можем добиться максимального результата. В зависимости от чего этот комплекс выстраивается. В моем представлении – вот морфотипа старения пациента. Я вам на это именно и буду делать ссылку и говорить, при каком морфотипе, какой вариант я бы все-таки предпочитала. Вы знаете, я слово омоложение не очень люблю. Объясню почему. Потому что как бы немножко заявляемся так, знаете, на функцию Бога, мы, в принципе, с вами никого не омолаживаем. У нас есть функция с вами профилактики старения. Так вот, если говорить об этой аппаратуре, то это именно стопроцентная такая профилактика старения. И сразу ответ на вопрос, когда начинать. Это очень индивидуально. Есть пациенты с ярко выраженными признаками старения тканей. И чаще всего соединительная мышечная ткань здесь максимально взаимосвязаны. Мы уже о них сказали. Это диспластики. А есть пациенты, которые, скажем так, достаточно быстро наращивают мышечную массу. И у них будет, может быть, немножко другие показания, может быть, немножко другой возраст. Но у них тоже присутствуют эти эстетические показания по лифтингу, связанному с использованием аппаратуры. Говорит, что это инновация, да. И второе слово, которое я не люблю, которое часто очень применяется в СУИ, опять-таки, это уникальность. Вот как, что ни возьми, все уникальное. Уникальное. Если бы мы были такие уникальные, то все были бы не старше 25 лет. Но если говорить об этом аппарате, то он действительно уникальный. Здесь действительно и технология уникальная, и подача уникальная. И я бы даже сказала интерфейс уникальный, потому что это действительно красиво. Ну, прежде всего аппараты красивые. Да, потом все остальное. Поэтому в данном случае здесь вот эта инновация, она однозначно подкреплена действительно уникальностью механизма. Для кого эта методика? Я выделила те, которые были у компании, оставила их и добавила немного свои. Но это пациенты 40+, однозначно. Да, потому что здесь признаки старения мышцы запрограммированы генетически, они есть абсолютно у всех. Пациенты, которым противопоказаны инъекции нейротоксина. Здесь бы я немножко изменила подачу и сказала, что у нас с вами есть нюансы после ковида. У нас есть общая рекомендация. У пациентов, у которых изменилась реакция на токсин, а это может быть или на дозу, или на продолжительность. То рекомендация международная – это год-два. Ничего не делать в отношении токсина. Зачем? Чтобы снизились антитела. Поэтому в моем представлении это как раз люди на эту методику. Потому что это то время, когда им нужно делать какие-то еще методики. И они задают этот вопрос, а что я буду делать, а мне это необходимо. И здесь мы можем предложить этот метод в этот период, пока у них, скажем так, условно идет, к сожалению, необходимость снизить антитела. Это молодые пациенты. Я о них уже сказала. И могу сказать вам, что молодежь очень хорошо знает сегодня все, что касается техники. И большое спасибо компании, хочу сказать, за такую красоту в отношении поддержки. Потому что даже вот эти видео, они большое впечатление производят на это поколение. И это действительно очень красивая такая поддержка для этой процедуры. Это идеальная процедура для пациентов с филлерами и нейротоксинами, которые делают их постоянно в определенном протоколе. Когда мы можем это встроить в протокол и договориться, когда мы будем это делать. Кто это еще? Это не инъекционный пациент. Если вы делаете статистику, а я делаю ее в своих клиниках, я могу сказать, что рост однозначно есть в показателе этих пациентов. Во-первых, опять-таки сыграл роль ковид. Люди боятся инъекций. Второе, с возрастом у нас действительно есть понятие относительных эстетических противопоказаний. И некоторые процедуры пациенту просто не показаны. Поэтому именно для этого пациента опять-таки эта методика будет в плюс. Ну и, конечно, трусишки, которые продолжают бояться инъекций и продолжают верить, что в мозгу выравниваются какие-то линии или еще что-то происходит. Такие пациенты тоже есть, и ради бога пусть они будут. Мы им должны предложить что-то такое, что не будет связанное с инъекцией. Очень интересный пациент. Это пациент с пастозным типом старения. Я считаю, что это одна из форм работы с лимфостазами. Это одна из форм работы, возможно, к подготовке к непрямым липолитикам. Или подготовке, или реабилитации к лимфотоникам, которых мы сегодня много с вами применяем. Это еще одна большая группа пациентов. И это пациенты, я хотела здесь написать, но потом думаю, вдруг кто-то сфотографирует и будет неприлично. Это лицо все-таки ухоженной алкоголички. Я очень приятно назвала гиперкоррекция филерами. И здесь я могу сказать, что я очень люблю этих девочек. Обеих, они обе молодцы. Но вопрос весь в том, что им обеим очень сильно нужна эта методика. Потому что, к сожалению, пастозность превалирует и избыток филеров над их, скажем так, генетическим результатом. Поэтому таким пациенткам 100% эта методика будет показана в качестве даже, я бы сказала, лечебной. Ну и, конечно, мужчины. Куда же без них? Они, с одной стороны, трусишки, конечно. И здесь прямо написано, что они нас боятся. С другой стороны, они все-таки хотят, чтобы это было безболезненно и очень важно. Незаметно. И третье, они знают физику. И если им правильно объяснить методику, то они с огромным удовольствием на нее идут. Могу вам сказать, что это удивительно, но на эту процедуру у меня больше всего именно пациентов-мужчин. Потому что они хорошо понимают механизм. И если мы им это правильно объясняем, то они с удовольствием на нее соглашаются. И это красиво ложится в их процедуры, в их протокол процедуры. Конечно, очень импонирует, что методики используются две. Это РФ и это ХФС. И в данном случае очень грамотная и правильная расстановка для работы с аппликаторами позволяет не создавать проблему, а усиливать те эффекты, которые мы хотим усилить. Кроме того, конечно, ремоделирование происходит достаточно выраженно. И я уже видя пациентов, которые сделали 3-4 процедуры, могу сказать, что после первой процедуры есть эффект. Это очень хорошо. Почему? Потому что тебе не надо уговаривать пациента, что подождите 3, подождите 4, видно после первой. При правильно выбранном пациенте. Давайте каждый раз понимать, что у нас нет методики, которая показана всем. У нас есть методики, которые имеют терапевтическое окно. Вот я вам это терапевтическое окно в моих пациентах сейчас тоже буду показывать и с чем я это сочетаю. Кроме того, конечно, укрепление тонуса мышц, усиливание этого тонуса приводит к тому, что лифтинг в нижней трети при первой и второй степени гравитационного птоза действительно улучшает действие всех других методик. Поэтому опять-таки все, что касается слова лифтинг, мы его здесь произносим осознанно. И мы понимаем, очень красивый слайд, я его даже сфотографировала, разница между технологиями для лица и для тела, потому что это совершенно разные мышцы, и это первый вопрос, который у пациента возникает. И в данном случае, конечно, вот эта деликатность использования правильной глубины для работы с лицом, это первое, что можно обозначить как безопасность этой методики. Потому что, естественно, что у каждого, кто понимает смысл метода, мы с вами хорошо это понимаем, для нас важно не нанести вред. Потому что, опять-таки, это второй ответ на вопрос, а если уже стоит ботулотоксин, а и ничего страшного не произойдет, потому что мы работаем в данном случае только с группой элеваторов, и эта методика опробирована именно для этой группы. Две технологии в одном аппарате. И так и подается информация, что это две технологии в одном аппарате, которые решают несколько разных проблем. Это повышение тонуса мышц, это поддержка фасциальная, то есть мы работаем и с связками, и опять-таки это дает возможность вторую методику такой пациентке предложить, и, конечно, опосредованное улучшение текстуры кожи и подтягивание, улучшение состояния, то, что больше всего ожидает пациент, это овал. Показания. В моем представлении гравитационный птоз, и если по классификатору, которому мы привыкли следовать, то это первая, вторая степень тяжести. После второй степени тяжести все-таки это всегда какая-то еще методика или пластический хирург. Опять-таки я хочу вернуться к терапевтическому окну. Пожалуйста, не надо думать, что это решит вопрос с гравитацией в случае второго плюс степени тяжести или третьей. Да, это может быть поддержкой, да, это может быть помощником, да, это может быть даже перед пластической операцией поддержка тканей, но это не может быть решением проблемы. Решение проблемы – это первая, вторая степень тяжести. И второе, что я применяю вместе с этой методикой, для меня это классика альтеротерапия. То есть я делаю сначала методику, которая работает с мышцами, со связками и с кожей в течение четырех процедур, а потом вывожу пациента на альтеротерапию и работаю с теми же структурами, с жиром и со связками. Как результат, естественно, я получаю более выраженную удовлетворенность пациента. Это тот показание, которое нам еще только предстоит изучить, потому что только появились эти аппликаторы. Но все, что касается субментальной области, вы знаете, что это первая жалоба после 45 лет. Овал и субментальная область. И опять-таки, очень грамотно выстроенный аппликатор, позволяющий в центре субментальной подбородочной области работать двумя технологиями и латерально работать одной технологией, безопасно улучшать этот результат. Я думаю, что это будет одно из самых таких активных показаний именно в наших регионах, потому что у нас эта жалоба значительная в связи с тем, что у нас много этих пастозных пациентов. Там не столько перемещение ткани, сколько избыток жидкости в жировом пакете. Поэтому мы часто с вами сочетаем методики лимфотоников, например, с аппаратной косметологией. В данном случае у нас есть такой идеальный помощник. Следующее сочетание для меня максимально комфортное – это когда мы поработали с мышцей, нужно поработать с кожей. Есть пациенты, у которых ярко выраженная дряблость, и этим пациентам я предлагаю комплекс. В данном случае использование препарата Радиез в моей практике. И этот комплекс я делаю сразу. На четвертой процедуре я сразу добавляю сокращение кожного лоскута в варианте введения Радиез Дилюшин препарата. Я делаю это уже несколько месяцев, я вижу результат, абсолютно безопасно усиливает результат сокращения кожного лоскута. Атония – это мышечный тип старения. И в данном случае пациенты эти характеризуются тем, что у них, к сожалению, рано истощается ПЖК. И этот избыток кожи, мы его так условно с пациентами между собой часто называем симптом шарпея, когда, к сожалению, кожного лоскута значительно больше становится за счет истощения ПЖК. И здесь, в моем представлении, сочетание двух методик даст очень хороший результат. И это сочетание будет с РФ. Это будет игольчатый РФ. Мы будем четыре процедуры рекомендовать с РФ синхронизированным, которые есть уже у нас внутри методики, и предлагать отдельный игольчатый РФ для сокращения кожного лоскута. Какой здесь будет РФ с изолированной или неизолированной иглой? От чего это будет зависеть? От качества кожи. Мускулинной кожи мы порекомендуем неизолированную, более тонкой кожи и так далее. Мы порекомендуем, может быть, изолированную. Но это уже очень индивидуально. Пастозный усталый тип у нас таких с вами по статистике, которые мы обмениваемся на конгрессах, около 46%. И здесь я бы хотела заострить ваше внимание, опять-таки, на некоторых исследованиях и сказать вам, что это вообще палочка-выручалочка теперь у нас будет, потому что раньше мы не работали с этой зоной так активно. И здесь мы можем решить три проблемы. Я сейчас объясню, как и почему. Первое – это парпиомолярная борозда или векощечная борозда, которая очень активно появляется после 37-40 лет абсолютно у всех пациентов, вне зависимости от типа старения. Это носогубная борозда или складка. Это две разные истории, мы понимаем, но и то, и другое решаемо. И изменение овала лица. Вот три истории, которые можно решить с использованием аппарата, но при этом в сочетании с другой методикой. Обратите внимание, что у нас очень грамотно, красиво Бог расположил на лице леваторы. Он усилил их действия в средней трети. И поэтому, когда мы говорим о возможностях этой методики и сочетании ее с методикой, которая работает с депрессорами и леваторами, это бодулинотерапия. Она позволяет играть нам с работой депрессоров и леваторов. И сейчас мы можем усилить этот результат. За счет чего? За счет того, что у нас есть такая интересная структура, как модиолус, в которой крепятся все депрессоры нижней трети и леваторы, крупные леваторы, которые с хайфэс технологией работают, средней трети. Так вот это и нужно использовать. Я считаю, что это для этого пастозного типа будет просто уникальнейшее сочетание. В данном случае я вам предлагаю сочетать методику бодулинотерапии, работы в варианте нефертити, причем не старой нефертити, которую мы все хорошо знаем, леви, а новой нефертити, которая сегодня хорошо, грамотно описана, опять-таки, группой авторов Себастьяном Катафана. И здесь я объясняю, почему. Потому что мы работаем с вами с леваторами, и в данном случае эти леваторы зигоматикус, майор и минер, сюда же можно добавить леватор фронталис, и мы работаем, не расслабляя, работаем каким образом, не расслабляя леватор-подниматель верхней губы. И здесь мы можем с вами сочетать это для получения максимального результата, потому что у нас есть старый вариант нефертити, когда описал его леви, и у нас есть новый вариант нефертити, где описана работа с этой же группой мышц, но уже осознанно. Почему? Потому что до линии сгибания шеи у нас платизма депрессор, а от ключицы вверх у нас платизма леватор. Так вот, если мы не трогаем леватор, расслабляем депрессор, то мы и при этом работаем с леваторами на стимуляцию активности мышцы, хайфэс-технологии, то мы здесь получаем свои улучшения и пальпы бромолярной борозды, и это доказано. То есть это опять электромиография, то есть это улучшает состояние пальпы бральной борозды, это улучшает состояние скуловой зоны на объем, это улучшает состояние овала, и все за счет сочетания всего двух технологий. Я считаю, что это очень интересное показание к тому, что, извините, сейчас я верну, особенно для пациентов, которые, особенно, не могу вернуть, не могу понять, почему не включается, особенно для пациентов, которые в данном случае, она сама как-то начала работать, особенно для пациентов, которые в данном случае предполагают улучшение всего этого состава без филлеров. Вот к чему я веду, потому что пастозный тип, к сожалению, это наиболее частая ситуация, связанная с гиперкоррекцией филлерами. Так вот, сегодня мы можем, подготовив ХФС-технологии лицо, заблокировать в итоге его ботулотоксином и получить этот эффект. Представьте себе на всех уровнях лица, это и пальпы бромолярная борозда, и носогубная складка, и овал. Вместе, достаточно физиологично, без резких изменений пациента, и при этом очень корректно. Ну и последнее, что я хотела сказать, это сегодня у меня самая частая история, это когда мы работаем со стигмами старения, в данном случае это фронтальная зона, это так называемые стигмы ботулотоксина, которые появляются у латеральных кончиков бровей. И здесь, опять-таки, использование ХФС-технологии плюс использование филлеров поверхностно с целью лечения морщинок приводит к очень красивому результату. Я надеюсь, что мы в следующий раз, когда встретимся, у нас с вами значительно больше появится показаний. Пока это такой первичный взгляд, аппарат стоит у нас в среднем где-то около 3-4 месяцев, поэтому мы очень ему увлечены, нам очень нравится предлагать сочетание, тем более, что он позволяет это делать в рамках себестоимости процедуры. Это не утяжеляет ее настолько, чтобы пациент отказывался. Я надеюсь, что вам это тоже принесет определенные плоды. Спасибо.